Всех приветствую! В сегодняшнем выпуске речь пойдет коротко о главных событиях и новостях в Германии. Правительство Германии планирует выдавать деньги гражданам Афганистана, которые должны покинуть Германию перед их депортацией. На данный момент между федеральным правительством, а также правительствами земель ведутся переговоры о предоставлении такой финансовой поддержки для выезда граждан в Афганистан. Что же касается размера этой финансовой помощи, то пока эти цифры неизвестны, они будут обсуждаться в правительстве. В первую очередь речь идет в данном случае о депортации преступников и опасных личностей из Германии. Однако они также смогут рассчитывать на финансовые выплаты перед депортацией из государственного бюджета, то есть из денег налогоплательщиков. В Министерстве внутренних дел Германии подтвердили подобную информацию и заявили, что они постоянно изучают возможность создания оперативных, а также правовых условий для депортации в Афганистан. По их мнению, выплата так называемой финансовой помощи на проезд и проживание на первое время для беженцев также может послужить созданию подобных условий. Напомним, что Афганистан – это одна из главных стран, из которых в Германию едут просители убежища. В 2023 году более 51 тысячи афганцев подали прошение о предоставлении убежища в Германии, а это на 41% больше, чем в 2022 году. Понятно, что афганцы-сирийцы не зря так рвутся именно в Германию, потому что здесь очень серьезная социальная защита и высокие финансовые выплаты. Что же касается депортации афганцев, которые не имеют права оставаться в Германии, то граждане Афганистана ранее уже обращались в немецкие суды с жалобами на то, что в случае возвращения на родину им грозит крайняя нищета. Именно поэтому в правительстве Германии считают, что финансовая поддержка позволила бы вернувшимся на родину беженцам первое время оплачивать себе питание и жилье. То есть, простыми словами, на практике это означает, что афганцам, которых необходимо депортировать из Германии, им еще за это будут и доплачивать. Плюс ко всему, налогоплательщики Германии еще оплатят, естественно, для них чартерный рейс для того, чтобы доставить на родину. И это при том, что большинство этих беженцев в Германии абсолютно нетрудоустроены. Они не работали ни дня, не платили ни копейки в социальную кассу. При этом они сидят годами на социале на деньги налогоплательщиков. Во вторник вечером 20 августа на главном вокзале Франкфурта на Майне произошла стрельба. По данным следствия, 54-летний мужчина подошел к потерпевшему 27 лет и выстрелил ему сзади в голову. Мужчина упал на землю, а подозреваемый еще дважды выстрелил жертве в голову, прежде чем скрыться. Но полиция сработала оперативно, ему не удалось скрыться с места происшествия, и сотрудники полиции арестовали его в нескольких метрах от жертва. По данным следствия, оба мужчины имеют турецкое гражданство. Как сообщают турецкие СМИ, преступление это было спровоцировано кровной местью между двумя курдскими семьями. Как сообщила одна из турецких газет, нынешняя жертва застрелила в Анталье в мае этого года мужчину, которого он обвинил в убийстве своего брата в 2016 году. Затем 27-летний мужчина сбежал в Германию, а предполагаемый убийца с центрального вокзала Франкфурта является дядей человека, которого убили в мае, и возможно он совершил преступление из мести. Но при этом в прокуратуре Германии не пожелали комментировать вышеуказанную информацию, и на данный момент ведется следствие. На авиабазе НАТО в Гайленкирхене повысили уровень безопасности до второй позиции. Все сотрудники, которые не задействованы в военной операции, отправлены домой в качестве мер предосторожности. Причиной повышения уровня безопасности стали разведывательные данные от американской разведки, которые указывают на возможную угрозу для Североатлантического альянса. Примерно неделю назад на военных базах в земле Северной Реинвестфалия произошло несколько тревожных инцидентов. Полиция и служба государственной безопасности расследуют дело о подготовке диверсионной операции, направленной против Бундесвера. Существует подозрение о том, что кто-то пытался отравить воду, которая поступает в казармы. В том числе, как пишут в официальных СМИ в окрестностях аэродрома в Гайленкирхене, ранее был задержан один человек для допроса, однако подозрения не подтвердились. Но все же пока не ясно, связано ли предупреждение о повышении мер безопасности с этим инцидентом. В Германии прокуратура начала расследование после пролета беспилотников над атомной электростанцией, и в этом подозреваются российские агенты. Беспилотники были замечены в промышленной зоне в земле Шлезвиг-Ольштайн. Они пролетели на высокой скорости над территорией, на которой располагается основная атомная электростанция, терминал сжиженного природного газа и химические заводы. Последний раз беспилотник в районе промышленных предприятий заметили 22 августа. Из-за этого полиция Шлезвиг-Ольштайна привела в боевую готовность часть своих сотрудников. Кроме этого, еще один беспилотник, который летел со скоростью более 100 км в час, зафиксировали в небе над атомной электростанцией поздно вечером 20 августа. Во внутреннем отчете полиции говорится о том, что бесполетная зона была нарушена несколько раз. Предположительно, эту зону пересек военный беспилотник. Согласно предварительной версии прокуратуры, эти беспилотники могут запускать российские агенты судов в Северном море. В свою очередь, сотрудники службы государственной безопасности Германии предполагают, что это именно российские беспилотники, которые используются в диверсионных целях. Министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха обвиняют в том, что во время пандемии коронавируса он запретил снижать оценку риска от ковида. Это значит, что министр не позволил институту Роберта Коха снизить оценку риска весной 2022 года во время пандемии коронавируса. То есть, институту напрямую дали указание, что это политически нежелательно. Ранее Карл Лаутербах полностью отрицал подобное обвинение, однако теперь был вынужден признать, что он действительно влиял на институт Роберта Коха. Напомним, что весной этого года Лаутербах даже выступал против парламентского расследования подобных обвинений и называл эту идею идеологической борьбой и связывал ее с правыми группами. В том числе, почему-то министр очень неохотно выступал за опубликование протоколов заседания института Роберта Коха во время коронавируса. Но, как мы знаем, все-таки эти протоколы были опубликованы, но многие участки в них были затемнены, в том числе многие фамилии. После того, как многие политики, эксперты, общественность требовали полного опубликования этих актов, впоследствии под давлением они все же были представлены общественности, но, тем не менее, как мы видим в СМИ, об этом не особо охотно и много говорят. В то же время оппозиция заявила, что если Лаутербах серьезно относится к прозрачности, то он должен объяснить, какое именно влияние он оказывал на институт Роберта Коха. Когда Карла Лаутербаха спросили о том, представлял ли он общественность и пандемию коронавируса более опасной, чем она была на самом деле, он ответил, конечно же, что нет. В том числе в марте Лаутербах официально заявил, что институт Роберта Коха работал независимо от политических указаний. Как мы видим, министр здравоохранения снова непоследовательный и путается в своих высказываниях, потому что сейчас он все же подтвердил, что было определенное политическое влияние на работу РКИ. В пятницу, 23 августа, вечером в Золингене, в Федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия, злоумышленник убил ножом ударом в шею по меньшей мере трех человек. Также восемь человек получили ранения, пятеро из них очень серьезные. Из-за паники и беспорядков преступнику удалось скрыться с места преступления. Эта трагедия произошла в центре города на праздновании 650-й годовщины города. По сообщениям очевидцев, во время праздника на площади в центре города мужчина арабской внешности напал с ножом на людей у сцены. В то же время полиция пока не подтверждает подобное описание преступника. На данный момент ведется следствие, а также активные поиски нападавшего. Жителей при этом просят не покидать свои дома. Чтобы как можно скорее найти преступника, полиция просит всех посетителей праздника, которые делали фото или видео, предоставить их следователям через специальный портал, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. Также в городе Золинген открыта горячая линия, по которой граждане могут задать вопросы о пропавших без вести людях. Телефон вы сейчас видите на своих экранах. За последние сутки число обращений в полицию от обеспокоенных родственников очень существенно возросло. Это были основные актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть телеграм и второй чуб-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, берегите себя, отличного вам настроения и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok